МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупнейшее поступление новых автобусов побудило мэрию пересмотреть работу общественного транспорта. Пассажирское автопредприятие номер 4 становится больше. Открывают ранее законсервированные площадки на обоих берегах. А еще набирают водителей автобусов 300 вакансий зарплата до 60 тысяч рублей. Александр Сульдин узнал, в каких условиях уже работают водители новых нефазов. Владимир Лопатский, 43 года за рулем. На этом автобусе ездит несколько месяцев. Говорит, одно удовольствие – тепло, сиденье комфортное, управление легкое и удобное. Главное – все новое, а значит, не ломается. Больше сходов – меньше денег, потому что это ремонт, это уже мало оплачивается. А когда работаешь, стабильность, регулярность – все. И по зарплате нормально. То есть не секрет? Ну, 55 выходит. Официальная информация от руководства предприятия. Заработная плата от 43 тысяч рублей. Плюс надбавки за классность и другие выплаты. Мы все-таки предприятие муниципальное. У нас полная социальная защищенность. У нас водитель, который работает на предприятии, может спокойно уйти в отпуск, раз будет получить свои отпускные. Еще год назад в это практически не верилось. Но сейчас новые автобусы перестали восприниматься на 45 маршруте, как инопланетные луноходы. Наоборот, исправно обеспечивают ритмичность перевозок, безопасность и удобство пассажиров. Кстати, с 1 декабря совсем недавно их перевели на площадку старого 10-го пассажирского автопредприятия, которую предусмотрительно сохраняли долгие годы. И сейчас экипажам не нужно ехать за своими машинами в Первомайский район, потом их гнать сюда, на ОГЭ, чтобы потом возить пассажиров. Достаточно проехать от новых боксов всего 6 километров. Всего расконсервируют две площадки. По сути, два возрожденных предприятия. Ну ладно, все, поехали потихонечку в путь. Новая партия полторы сотни автобусов. Первые 100 выйдут на линию в феврале. Водителей набирают уже сейчас. Надо получить вот такое количество, более 300 человек дополнительно. Этим сейчас предприятие занимается, объединенное предприятие. Ну а второй организационный вопрос – это заправка. Это газомоторное топливо. С заправками пока у нас не очень богато. Газовые заправки тоже обещают в скором времени. Первая в Первомайском районе должна появиться уже весной. В Новосибирской области в этом году отремонтировали более 460 километров дорог. 320 по нацпроекту. Это на треть больше, чем годом ранее. Почти на всех объектах работы завершили. Некоторые сейчас принимают комиссии. Среди них площадь Лыщинского. Часть участков должны сдать в июле-августе 2022 года. Продолжают реконструировать выезды из Новосибирска, Гусенобродское шоссе и Кедровую. Их сдадут в следующем году. Реконструкцию второй станционной большой практически завершили. В целом в регионе на ремонт и реконструкцию федеральных, региональных и местных автомобильных дорог в этом году направили почти 7 миллиардов рублей. В следующем по нацпроекту выделят еще больше денег. В следующем году будет уже 8 миллиардов рублей. Из них мы ожидаем, что это 4,5 миллиарда будут федеральные средства и 3,5 средства областного бюджета. На сегодняшний момент уже 74% объектов 2022 года торгованы. Я думаю, что мы на 99% до конца года законтрактуем практически все объекты, что позволит подрядным организациям, во-первых, в свое время закупить дорожные материалы и завести эти материалы зимой по замерзшим дорогам, не нанося ущерб существующей уличной дорожной сети. На моря и горнолыжные курорты собираются новосибирцы в новогодние праздники. Билетов практически не осталось. По словам турагентов, почти все отели забронированы. Предпочитаю зимой морские курорты, потому что снега и так очень много. И плюс все-таки новогодние каникулы – это уникальная возможность отдохнуть 10 дней, и никто тебя по работе не будет беспокоить. Потому что когда в другое время ездишь в отпуск, ты все равно удаленно работаешь. Ну, лично я. Поэтому для меня это 10 дней абсолютного спокойствия. Хотелось бы поехать, конечно, на новогодние каникулы, но пока цены меня не радуют и, скорее всего, уже не обрадуют. То есть цены просто космос именно на Новый год, и при том, что уже все разобрано. То есть вообще мест нигде нет. Бронировать новогодние даты нужно в октябре, начале ноября, отмечают турагенты. Затем цены взлетают даже на отели с низким рейтингом. К тому же из-за пандемии ограничений путешествовать стало сложнее. Многие границы закрыты, поэтому скидок и горячих туров практически нет. Самый бюджетный вариант отдыха для новосибирцев – на празднике Шерегеш или Алтай. Дороже обойдется поездка в столице. За отпуск на море, например, в Турции, где сейчас прохладно, туристы из Новосибирска отдадут минимум 140 тысяч на двоих. Теплое направление еще дороже. Доминикана начинается примерно от 130 на человека. Но это будет портоплата, это значит, мы прилетели и еще 7 часов едем на автобусе. Это далеко. То, что рядом, соответственно, примерно 180 на человека, 160. Но это все включено с другой стороны. А Мальдивы, ну, примерно там 400 на двоих и выше на Новый год. Экскурсии для молодых людей разных национальностей, приезжающих в Новосибирске жить и учиться, высоко оценили на всероссийском конкурсе. Это серия экскурсий для молодежи по многонациональному Новосибирску, по религиозным учреждениям и очень памятным местам, связанным с историей нашего города. Помимо этого, ребята разных национальностей принимают участие в этнокультурных играх для школьников и этнической мозаикой. И школьники, СУЗы, ВУЗы, студенты в этом участвуют. Сейчас в национальной организации автономии подводят итоги года. Большое внимание в 2021-м уделили адаптации приезжающих молодежи. Этноэкскурсии по городу как раз этому помогают молодые люди знакомиться с Новосибирском. Проект стал финалистом всероссийского конкурса лучших межнациональных практик. Такие познавательные прогулки возобновят следующей весной. В Новосибирске продолжают реализовывать концепцию этносоциального развития города. Пандемия. Запланировано было много, но, к сожалению, многое и не случилось. Но, с другой стороны, случилось то, чего не ожидали. Мы постарались, вот тот недостаток мероприятий, который обычно проводят ассоциации, компенсировать у другими, то есть участие в круглых столах, участие в семинарах, участие в конференциях. Потом мы в этом году достаточно активно участвовали в обсуждении стратегии, которые готовятся, значит, в региональной стратегии. Лжеблаготворители и сомнительные фонды пытаются нажиться накануне праздника. На улицах и в интернете перед Новым годом все больше призывов помочь нуждающимся перевести деньги на лечение ребенку, спасти приют для животных. Анастасия Горилова выяснила, как доверять, но проверять. Ящик для пожертвования в руках у подростка. 14-летний волонтер собирает деньги на лечение мальчика с ДЦП. С готовностью показывает документы от фонда. А где фонд находится? Он в Екатеринбурге. А, в Екатеринбурге. А просто написано, что в Красноярске? Я не знаю, я новый сотрудник, я много информации не знаю. На что именно пойдут деньги и какая сумма необходима, старшеклассник не знает. В неопечатанном ящике за несколько часов накопилось около тысячи рублей. Пожертвования небольшие, но волонтер верит, каждая купюра дойдет до нуждающегося. В чем сомневаются руководители известных благотворительных организаций. Нужно все-таки разбираться, кому ты жертвуешь. Есть ли у фонда сайт, есть ли там отчеты финансовые в том числе, кто руководитель, куда идут деньги. По закону использовать переносные ящики копилки могут только некоммерческие организации. И то, если сборы в рамках конкретного проекта, например, ярмарки или выставки. А коммерческие организации пользуются только стационарными ящиками. Такие стоят в аптеках, поликлиниках, магазинах. У официальных фондов коробки должны быть опечатаны. Пломбу скрывают в день акции, после перечисляют деньги на счет банка. Также терминалы оснащены современными технологиями. Вот, например, можно бесконтактно перейти на платежный виджет и перечислить нужную сумму для пожертвования. Все ближе к интернет-пользователям становятся и мошенники. Они научились копировать сайты благотворительных фондов. Мошенники дошли до того, что полностью скопировали сайт в один в один. Они выложили действительно, действительно есть такой больной ребенок, действительно у него такой диагноз. Они действительно скопировали все его данные, больничные все. При этом единственное, что поменяли в конце, это поставили свои реквизиты. Официальные фонды напоминают, они никогда не собирают деньги по номеру карты или телефона. Дорожат репутацией. Чтобы жертвовать без сомнений, лучше довериться тем организациям, что на слуху не первый год. Анастасия Горелова, Данил Смирнов, Олег Королевец, Новосибирские новости. Единственный частный дом в окружении многоэтажек. В такой обстановке уже несколько лет живет новосибирец на улице Стафетной. Застройщик участка предлагал другое жилье, но хозяина дома этот вариант не устроил. На какие условия готов согласиться собственник и есть ли у него шансы, выясняла Елена Богатырева. Тут же как, три улицы было. Наша каменоломная, сейчас Стафетная. Там Подгорная была, сейчас не знаю какая. Там Горская, вот и все. И на каждой было дворов во сто. Как и сто лет назад, на этой улице никаких благ цивилизации. Дрова, уголь, до колонки почти километров в гору. Туалет во дворе. Зато есть баня и огород. Деревенский уклад в самом центре городской жизни. Шоу за стеклом, шутят жильцы соседней многоэтажки. Хозяин дома и его сын с семьей готовы переехать в благоустроенное жилье. Но с застройщиком этого участка договориться не смогли. Здесь ничего не предлагали. Я бы согласился, дали бы две квартиры. И говорил, давайте в этом доме сначала. Однокомнатный, двухкомнатный. У меня две. У меня два входа, два счетчика. Зачем мне тесниться, если у меня сейчас четыре комнаты. Баня, туалет. И загорать можно. 90 квадратных метров жилплощади и 10 соток земли владелец оценивает в 15 миллионов рублей. Дом и участок выставил на продажу. Но покупателей нет. Снижать цену хозяин не готов. И этот пример не единичный, говорят эксперты. Застройщик как-то из этой ситуации вышел. А вот эти вот памятники жадности, они стоят по всему Новосибирску. И самое главное, теперь они не нужны никому. Не знаю никого, ну может быть, кроме мэрии, наверное, или кроме городских властей, которые смогут выкупить и построить там либо дорогу, либо парковку. Снос старых домов под многоквартирную застройку большинство жильцов используют как возможность переехать. Но есть и те, кто остается в надежде на более выгодные условия. Правда, ждать их можно годами. Елена Богатырева, Олег Королевец, Новосибирские новости. 160 юных новосибирцев поучаствовали в международном конкурсе Росприроднадзора «Экология. Дело каждого». Двое стали лауреатами и получили ценные призы. Мне рассказала моя преподаватель Марина Александровна. Мы отправили мой мультфильм на конкурс и вот, дождались результата. Мультфильм о том, что животных в Сибири, которые редкие, которых надо защищать. Ну, поэтому и выбрала. Участники подготовили творческие проекты, советы и презентации о том, как можно защищать природу. За полгода на конкурс приняли 9,5 тысяч заявок. 650 лучших вошли в шорт-лист для жюри. Интерес к премии рос и после того, как прием работ закончился, многие дети уже запланировали участие в конкурсе в следующем году. В этот раз лауреатами стали двое новосибирцев – Екатерина Спиридонова и Авдей Дьячук, у которого вся семья активно участвует в экологических акциях. Радует, что в городе таких экосемей становится с каждым годом все больше. И даже на федеральном уровне их отмечают. Потому что прямо несколько семей у нас есть, которые постоянно участники, например, субботников. Основная цель, на каком бы уровне ни проводились акции, это, конечно же, экологическое ориентирование нашего подрастающего поколения. Испанская музыка и лучшие тенора России. Музыкальная программа Рождественского фестиваля продолжается в Новосибирске. Накануне на сцене концертного зала имени Каца прозвучали хиты в исполнении лучших голосов страны. А сегодня на сцену выйдет испанский композитор и баянист Горка Ермоза вместе со струнным квартетом филармоника. Екатерина Карпенко о ярких музыкальных событиях. Особенная красота тенора – это высокие, так называемые, королевские ноты. Тенор – это яркая творческая индивидуальность. Артист, который не привык с кем-то делить сценическое пространство. Он всегда главный герой, и именно к нему должно быть приковано все внимание зрителя. Но на сцене Новосибирска сразу несколько звезд собрались вместе, что не просто удивляет, но и приводит в необычайный восторг, когда множество голосов соединяется воедино. Ну, несмотря на то, что каждый из нас является собой яркую творческую личность, все равно прекрасно сочетаемся вместе и вместе проводим время и в жизни, и на сцене. Российскому музыканту и продюсеру Дмитрию Сибирцеву удалось собрать в одной арт-программе ведущих теноров престижных московских и европейских оперных театров. Вместе они подготовили подборку композиций исключительно для новосибирского зрителя. Будут звучать и классические, в общем-таки, хиты, которые принято исполнять выдающимися тенорами и прошлого, и современности, и итальянские песни. Но все-таки закончим мы такой нашей доброй советской эстрадой, именно теми песнями, которые нам очень нравятся. Для любителей инструментальной музыки выступает титулованный баянист Горко Эрмоза. Испанец свою жизнь и эмоции перевел в музыку. Пять лет назад я написал большие свои произведения, испанские истории. Потом, через какое-то время, я их аранжировал для большого оркестра. И за это время более 40 мировых лидирующих оркестров их исполнили. Музыкальная программа Рождественского фестиваля искусств в зале имени Каца продлится до 18 декабря. Екатерина Карпенко, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Актуальные новости каждые полчаса на радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте и на сканьюс.инфо читайте о том, как новосибирцы могут пообщаться с Дедом Морозом из Великого Устюга. На этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова